На сегодняшний день вакцинация во всем мире является единственным действенным оружием в борьбе с коронавирусной инфекцией. Власти уже больше года убеждают население получить укол здоровья. Делается все возможное и расслабляться пока рано. Сегодня мы поговорим честно и открыто о кампании по вакцинации против ковид-19. Добрый вечер в эфире ток-шоу «Отдал толк». С вами я, его ведущий Кирилл Потемкин и мы начинаем. Сегодня в нашем честном разговоре участвуют Кумар Кусимисов, заместитель руководителя управления здравоохранения Североказахстанской области. Арман Кушбасов, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля по нашему региону. Олег Завьялов, главный врач областной многопрофильной детской больницы. И Елена Калюжная, директор перинатального центра областной многопрофильной больницы. Первый вопрос вам, Кумар Тлибалдинович. По данным Всемирной организации здравоохранения, сегодня в мире насчитывается более 200 вакцин от коронавируса. Расскажите, какие препараты сегодня есть в Казахстане? В чем их отличие? Да, действительно, на сегодняшний день единственным действенным методом борьбы с коронавирусной инфекцией является вакцинация. На сегодняшний день это единственный прямой метод воздействия на коронавирусную инфекцию. В соответствии с этим ряд стран, ряд ведущих лабораторий и клиник разработали свои вакцины. На территории Республики Казахстан на сегодняшний день используется ряд вакцин. Это векторная вакцина «Спутник В» производства Российской Федерации, отечественная инактивированная вакцина «Казвак» производства Республики Казахстан, а также ряд вакцин производства «Синофарм» – это «Коронавак», «Хаят» производства Арабских Эмиратов, и «Верасел», которые также являются видами инактивированных вакцин. И буквально недавно началась кампания по вакцинации детей от 12 до 18 лет, беременных и кормящих женщин вакциной «Верасел» – это МРНК вакцина производства «Файзер США». Какую вакцину североказахстанцы больше всего предпочитают? На сегодняшний день наибольшее количество населения привилось вакциной российского производства «Спутник В». То есть основная масса населения в североказахстанской области вакцинирована именно этой вакциной. Также довольно-таки неплохо используются вакцины инактивированные – это «Казвак», это вакцины производства Китайской Республики, «Верасел» и «Синофарм». И довольно-таки неплохо себя зарекомендовала вакцина производства Объединенных Арабских Эмиратов – это вакцина «Хаят». Как сегодня проходит вакцинация в районах и областном центре? Как горожане и сельчане относятся к уколу здоровья? Ну, хотелось бы отметить, что активность по вакцинации населения в различных регионах, в различных районах нашей области вакцинация протекает по-разному. То есть часть районов, сельских районов, довольно-таки активно вакцинируется население, но в некоторых районах имеются затруднения. По городу Петропавловску отличается средняя активность населения по вакцинации. Какие из районов сегодня в лидерах по вакцинации населения и где, наоборот, кампания проходит медленными темпами? Ну, на сегодняшний день лидирующими районами по охвату вакцинации населения от коронавирусной инфекции является Мамлюдский район. Вакцинировано порядка 89% от подлежащего населения. Второе место занимает Джамбульский район, вакцинировано 88% от запланированного населения. И третье место занимает район Шалакэна, вакцинировано 83% от запланированного населения. Наиболее отстающими районами на сегодняшний день является Таиншинский район вакцинировано 63% населения, Валихановский район вакцинировано 59% от запланированного взрослого населения. И самый низкий охват по вакцинации отмечается в Козлужарском районе. К сожалению, там охват вакцинации населения составляет 54%. То есть на территории области это является самым низким показателем. К сожалению, это один из самых крупных районов нашей области и с самым низким охватом. И данный район дает довольно-таки высокую заболеваемость и госпитализацию. Арман Цайлаубаевич, следующий вопрос я хочу адресовать вам. Могут ли ввести новые ограничения там, где план по иммунизации населения будет не выполняться? Все у нас на введение ограничительных мер в первую очередь влияет эта эпидемиологическая ситуация в области. Вот у нас с начала пандемии уже 33 тысячи случаев, свыше 33 случаев зарегистрировано. Уже более двух месяцев область находится в красной зоне. Мы единственный регион, который находится в красной зоне. На данный момент, вот с сентября месяца у нас введены постановления главного госанврача ограничение допуска лиц на объектах сферы услуг. Поэтому также постановление главного госанврача области дополнительно у нас ограничен допуск невакцинированных лиц на объекты промышленных предприятий и сельскохозяйственных предприятий. Поэтому именно сейчас мы проанализировали, в основном у нас большая часть невакцинированных населений. Это самозанятое население и лица старше 60 лет, в основном пенсионеры. Поэтому именно в отношении объектов, которых есть невакцинированные лица, мы работаем точно, а массово не будут применяться меры для невакцинированных населений. А вот могут ли вакцинироваться уже люди, которые переболели? Если да, то через какое время? Хотелось бы отметить, что коронавирус относится к инфекциям, на которые вырабатывается, к сожалению, нестойкий иммунитет в организме человека. И по истечению времени после перенесенного заболевания, либо после вакцинации, к сожалению, с истечением времени иммунитет к данной инфекции снижается. И согласно постановлению главного государственного санврача, вакцинация лиц, переболевших коронавирусной инфекцией, допускается через 3 месяца после перенесенного заболевания. А вот как такие люди, если они все-таки заболеют, как они переносят болезнь? На сегодняшний день статистика по заболеваемости среди вакцинированных говорит о том, что заболеваемость среди данной категории лиц очень низкая. И если переходить к цифрам, то на сегодняшний день из 244 980 человек, получивших полный курс вакцинации, заболело коронавирусной инфекцией 2694. Это от общего числа заболевших составляет 1,1%. 76% из 264 вакцинированных заболевших коронавирусным, 76% или это 1929 человек, перенесли коронавирусную инфекцию в бессимптомной, либо в легкой форме. Это составляет 0,79% всего лишь от общего числа вакцинированных. Процент, конечно, мал. Да, процент мал, но статистика, наука довольно-таки упрямая. И против цифр, цифры говорят сами за себя. То есть заболело из всех вакцинированных, заболело на 79%. Из заболевших вакцинированных 28% или 765 человек госпитализированы в инфекционные стационары с коронавирусной инфекцией. Это составляет 0,3% от общего числа вакцинированных на сегодняшний день. И 1,8% или 48 человек попали в реанимационное отделение, к сожалению, после вакцинации. Это 1,8% от общего числа вакцинированных. Если брать от общего числа заболевших, с момента начала вакцинации заболевших всего зарегистрировано 7,845. Это составляет 10% от заболевших. 1,8% всего 1,8% поступили в реанимационное отделение. Это 0,02% от общего числа получивших вакцинацию. То есть процент тяжело болеющих пациентов среди вакцинированных составляет всего 1,8%. И 10 человек, получивших вакцину от коронавирусной инфекции, к сожалению, скончались. Заболевание привело к летальному исходу. Это составляет 0,02% от общего числа вакцинированных. То есть среди вакцинированных уровень летальности на сегодняшний день по статистике по Северо-Казахстанской области, уровень летальности составляет 0,02%. Сейчас приступили к кампании по вакцинации детей. И об этой работе нам расскажет главный врач областной многопрофильной детской больницы Олег Владимирович Завьялов. Да, действительно, государством принято решение о том, чтобы прививать детей от 12 до 18 лет. Это мировая практика такая. Многие страны уже переходят к этому, в частности, Израиль начал прививать детей от 5 лет. И некоторые страны, по примеру Израиля, также перешли на этот же опыт и начали прививать детей от 5 лет и старше лет. До 18 лет считаются дети. Государством закуплено 4 миллиона вакцин. Это как раз только для детей и для беременных. Вакцина Pfizer. Называется она Камернати. Чем отличается вакцина Pfizer? Это одна из наиболее успешных вакцин, наиболее эффективных вакцин. Эффективность ее составляет 95%. По данных журнала Lancet, это подтверждают все мировые эпидемиологи. Действительно, эффективность очень высокая. Это инактивированная вакцина. То есть, вирус, убитый химическим путем. Он не подлежит репликации, то есть не размножается. Поэтому он не опасен. Я хочу сказать о том, что действительно, если рассматривать с начала эпидемии, мы проходим уже четвертую волну эпидемии. Если первые две первые волны эпидемии, где в основном участвовал в развитии заболеваний уханьский штамм, дети практически не болели. В нашей инфекции в ковидном отделении лежали, ну, два, ну, три, ну, четыре пациента максимум. Значит, сейчас дети начали реально болеть. В третью волну у нас максимально доходило количество пациентов, детей, которые лежали на стационарном лечении. До 60-70 пациентов. Сейчас их лежит поменьше, в четвертую волну. Но тяжесть заболевания значительно тяжелее. Они начали болеть практически так же, как взрослые. То есть есть пациенты, которые выражены дыхательной недостаточностью, то есть они длительное время находятся на искусственной вентиляции легких. И само течение заболевания, как бы, ну, достаточно очень тяжелое. И дети, так же, как и взрослые, к сожалению, погибают. Это не только у нас, не только в Казахстане, но и во всем мире. И, к сожалению, у нас также был один летальный случай. Ребенок, к сожалению, умер. Мы делали все от нас зависящее. Выходили на уровень клиник наших республиканских, проводили консилиумы, выполняли все рекомендации. Но, к сожалению, вылечить этого пациента не получилось. В связи с тяжестью именно заболевания. И практически молниеносным развитием заболевания. То есть я хочу сказать о том, что заболевание COVID-19 у детей, оно меняется. Оно становится значительно тяжелее. И вот за этот период времени у нас уже переболели. Стационарно пролежали 1300 пациентов. И амбулаторно пролечились 2727 пациентов. Значит, по вакцинации на сегодняшний день привито 2062 ребенка. Это, конечно, недостаточно. Мы активно пропагандируем это. Объясняем о том, что другой методики бороться с COVID-19, вот с этой коронавирусной инфекцией, практически нет. Есть метод только вакцинации. И по опыту, даже взять тот советский опыт, который был, когда были вакциноуправляемые и вакцино-неуправляемые вакцины. Мы победили такие заболевания, как полимелия, тоспа и так далее, именно вакцинами, ничем другим. И долгое время практически этих заболеваний и не было. И сейчас нужно стремиться к тому, чтобы действительно вакцинироваться максимально. И как можно быстрее уйти от этого заболевания путем именно вакцинации. Как родители относятся к вакцинации детей? Ведь прививка ставится строго с их согласия. Ведется ли в этом плане разъяснительная работа? Разъяснительная работа очень большая ведется. В частности, мы, детская областная больница, мы выступаем перед районами, вообще перед родителями в школах. Поликлиники активно работают, также выступают перед родителями, которых собирают в школах и так далее, и так далее. И проводится такая же работа, о которой я говорю, по убеждению именно вакцинации. Эффективность этой работы, ну, пока мы видим по цифре, всего детей общее количество от 12 до 18 лет, ну, где-то примерно 80-90 тысяч, вакцинировано 2062. То есть она, конечно, недостаточная. Но по опыту я скажу так, что, допустим, мы выступаем перед каким-либо районом. Мы сейчас начали вести работу таким образом, через Zoom, через компьютер, мы собираем какое-то количество родителей района и выступаем перед ними, рассказываем. После этого спрашиваем, есть какой-то эффект. Ну, главные врачи подтверждают, что да, эффект есть. После выступления родители слышат наши убеждения, наши примеры и, ну, реально принимают решение о вакцинации. Но, опять же, еще раз я скажу, просто другого пути нету. Нужно только вакцинироваться. Это единственный метод, единственное оружие. Единственное оружие. А теперь давайте узнаем, как обстоит ситуация среди беременных и кормящих женщин. Вот вакцинация беременных в нашей северо-казахстанской области, она тоже очень актуальна. Почему? Потому что беременная женщина во время беременности, у нее и так снижен иммунитет. И если во время беременности происходит еще заражение коронавирусной инфекцией, то состояние этих беременных становится крайне тяжелым. За прошедший период этого года мы пролечили в области 650 беременных с коронавирусной инфекцией. Из них одно третье это осложнилось течением двухсторонним течением тяжелой пневмонии, с большим поражением площади легких. Девять женщин у нас находились в критических состояниях, то есть практически они умирали. Но нашими усилиями, методами лечениями, помощью республиканских специалистов мы, конечно, этих женщин вылечили. К сожалению, нам не удалось спасти одну молодую маму, которая умерла в результате поражения, стопроцентное поражение у нее было легочной тканей. Около двухсот этих беременных нам пришлось родоразрешить преждевременно. Почему? Потому что течение самой коронавирусной инфекции с большим поражением площади легких было на фоне выраженной дыхательной недостаточности длительного введения беременной на искусственной вентиляции легких. И нам пришлось их срочно родоразрешать именно путем операции кесарево сечения, то есть преждевременно. И поэтому часть детей, которые рожденные были во время кесарево сечения, у нас были недоношенными. Часть из них были ультранедоношенными, то есть меньше килограмма. И, к сожалению, умерло у нас три малыша, которые были очень маловесные, они не способны были дышать, хотя находились в детской реанимации. Этих трое детей, таких мам, мы тоже потеряли в нашей области. Поэтому мы сейчас тоже ведем очень большую разъяснительную работу. Я хочу сказать, что вакцинация беременных и кормящих мам у нас в области тоже только добровольно. То есть мы хотим убедить наших мам, наших беременных женщин, что единственный путь, чтобы избежать вот таких грозных осложнений, с которыми сталкиваемся мы, врачи, только, конечно, получить эту вакцину. На сегодняшний день у нас в области стоит на учете, на диспансерном, то есть мониторятся 4,5 тысячи беременных. И хочу сказать, что 10% этих беременных вот сейчас стали на учет, они уже получили прививку до наступления беременности. То есть сейчас вот даже если во время беременности она встретится с этим заболеванием, или она будет протекать вообще нормально, или, может быть, заболевание будет в легкой форме. И в разряд критического состояния такая беременная, конечно, у нас в области не попадет. Поэтому вот мы, она, вакцинация идет среди беременных сейчас с осторожностью. Знаете, нам тоже очень много сейчас задают вопросы беременные и кормящие мамы, и чем она может повредить здоровью малыша внутриутробно. Хочу сказать, что никакого влияния эта вакцина, ни вот плоду внутриутробному она никакого влияния не окажет. Наоборот, в организме мамы на введении этой вакцины образуются антитела, такие защитные белки, которые тоже будут защищать этого малыша, когда он родится. Кормящих мам, то есть мы тоже сейчас очень просим пройти вакцинацию, потому что у некоторых роды и бывают осложненные путем операции кесарево сечения, когда идет какая-то кровопотеря или, допустим, анемия у нее хроническая, она вступила в эту беременность. Поэтому, конечно, во время кормления у нее тоже снижен иммунитет, потому что ребенок ее получает грудное вскармливание. Поэтому вот хотелось бы, конечно, чтобы количество беременных в нашей области, которые должны получить эту прививку, возросло. Но, к сожалению, на сегодняшний день мы сейчас провакцинировали вот за эти две недели всего 65. Многие, конечно, сейчас сомневаются, получают наши консультации. Я думаю, что, конечно, эти тоже беременные вступят в эту программу вакцинации. Вакцинация проводится у нас у беременных с 16 недель беременности до 37 недель беременности, то есть до доношенного срока. Почему с 16 недель, спрашивают очень многие, задают вопросы, потому что в 16 недель уже сформирован организм внутриутробного плода, и поэтому, то есть вот этот органогенез у нее произошел, поэтому никакого влияния на развивающийся плод вакцина это не принесет. Хочу сказать, что мы задержались с этой, еще раз, задержались с этой вакцинацией. Если бы мы раньше начали бы вакцинировать наших беременных, то количество вот этих тяжелых случаев и материнской смертности мы бы, конечно, оградили наших беременных. Я бы хотел сказать еще о том, что мы привили 2062 ребенка, и где-то в течение, ну, дней 10 примерно мы занимаемся вакцинацией детей. Какого-либо нежелательного действия при прививочной кампании этой, каких-то реакций и так далее, их не было. Поэтому я призываю родителей все-таки вакцинировать детей, и бояться вакцины не нужно. Вот реальный пример о том, что в течение 10 дней 2062 ребенка привито, ни одной отрицательной негативной реакции не было. Вакцина Камеранти, Pfizer, единственная вакцина, признанная Всемирной организацией ВОЗ для использования именно у данной категории лиц. Это беременные женщины, дети и кормящие мамы. То есть она является наиболее безопасной, это подтверждено клиническими исследованиями, опубликовано во всех компетентных журналах мировой медицинской общественности. На сегодняшний день ряд мировых развитых стран уже довольно-таки давно используют. Если мы только начали вакцинацию данной категории лиц, то ряд развитых стран уже с мая-июня месяца активно вакцинирует свое детское подростковое население, беременных женщин. На сегодняшний день они пошли дальше, они уже вакцинируют детей с 5 лет. Ряд стран уже начали вакцинацию. Многие страны как раз-таки сейчас рассматривают этот вопрос и прорабатывают этот вопрос по вакцинации детей с 5 лет. К странам, которые используют данную вакцину и вакцинируют детей, относятся такие страны как США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты, то есть Швейцария. В данных странах уже активно, и порядка полугода идет вакцинация детей. И никаких побочных действий и побочных эффектов в данных странах не наблюдается. То есть данные страны проводили вакцинацию детей с 12 до 18 лет. То есть на положительном опыте, то есть в ходе дальнейших клинических исследований, дальнейшее наблюдение за данной категорией лиц, эффективность вакцины доказана в 91-95% в данной категории. То есть изучив данный опыт в своей стране, они пошли, идут дальше, они сделали дальнейший шаг, они перешли к вакцинации детей от 5 лет. Вот такая ситуация у нас на сегодняшний день. А сейчас поговорим о старшем поколении. Если детей и беременных женщин начали вакцинировать совсем недавно, то у пожилых такая возможность была с самого начала кампании. Кумар Тлибалдинович, расскажите, насколько важен укол здоровья для старшего поколения? Да, действительно, лица пожилого возраста, в силу возрастных изменений в организме, в силу имеющейся, как правило, сопутствующей патологии, зачастую это не одно заболевание, а ряд заболеваний, наиболее являются той самой группой риска, которая подвержена тяжелому течению, а в ряде случаев зачастую и заболевание вот такой группы лиц приводит к летальным исходам, к сожалению, в силу того, что имеются отягченные сопутствующие заболевания, декомпенсированные формы хронических заболеваний на фоне коронавирусной инфекции. Всем известно, что коронавирусная инфекция является как бы триггерным фактором в развитии осложнения основных заболеваний. То есть все заболевания, которые имеются у человека в момент заболевания коронавирусной инфекцией, они обостряются и приводят к различному виду осложнения. В структуре, если говорить о лицах старшего возраста, то на сегодняшний день на стационарном лечении в общем в области находится 478 человек. Из них 313 человек, это 65,5% от общего числа госпитализированных, это лица старше 60, старше 61 года. И если брать категорию лиц от 46 до 60 лет, таких пациентов на стационарном лечении на сегодняшний день находится 108%. Это 22,6% от общего числа стационарных больных. В возрасте от 31 до 45 лет на стационарном лечении находится 39 человек. Это 8,1%. И в возрастной категории от 18 до 30 лет находится 18 человек. 3,8%. То есть чётко прослеживается корреляция. Если на стационарном лечении старше 61, 65, от 45 – 108, от 31 до 45 – 8%, и молодое поколение 3,8%. То есть прослеживается чёткая градация и насколько каждая категория подвержена заболеваемости. И уровень госпитализации в каждой возрастной категории. То есть здесь цифры сами говорят за себя. То есть чем моложе человек, тем легче переносится заболевание, как правило. Но это не аксиома. Почему старшее поколение настороженно относится к вакцинации? Дело не в том, что опасаются люди преклонного возраста. Дело в том, что в силу имеющихся хронических заболеваний у лиц старшей возрастной группы, они так или иначе, в силу того, что в социальных сетях, то есть в обсуждении между собой, люди переносят информацию, что есть какой-то риск. осложнений после вакцинации. Но на сегодняшний день, на сегодняшний день из 244 тысяч, вакцинированных полным курсом вакцинации, по области не зарегистрировано ни одного случая летальности после вакцинации. То есть нет случаев поствакцинальных осложнений. То есть из 244 тысяч ни одного такого случая не зарегистрировано. То есть это на уровне фейковой информации. Слухи. Да, слухи, фейки, какие-то обсуждения между собой. Но дело в том, что статистически ни одного случая не зарегистрировано. Поэтому хотелось бы призвать старшее поколение к вакцинации. То есть цифры говорят сами за себя. Самый большой риск тяжелого течения, осложнений и летальности именно в данной возрастной группе. Если говорить о летальности по возрастным категориям, то на сегодняшний день в области зарегистрировано 376 случаев смертности от коронавирусной инфекции. Из них 296 случаев, это 78,5%, составляют лица старше 61 года. То есть почти 3,4% летальности составляют именно лица пожилого возраста. В возрасте от 46 до 60 лет погиб 51 человек от коронавирусной инфекции. Это 13,6% от общего числа погибших от коронавирусной инфекции. В возрасте от 30 до 45 лет 22 человека. Процент составляет 5,8%. В возрасте от 18 до 30 лет умерло 6 человек. Это 1,6%. И у нас один летальный случай зарегистрирован среди детей. То есть в данном случае лица пожилого возраста в силу имеющихся хронических заболеваний опасаются идти на вакцинацию. Но хотелось бы сказать, что именно данная категория лиц является группой риска. И именно данной категории лиц необходимо пройти вакцинацию, чтобы избежать тяжелого течения, осложнений. И летальных исходов. Поэтому лица с хроническими заболеваниями могут вакцинироваться. Нет никаких противопоказаний для лиц, имеющих хронические заболевания. В период ремиссии, в период вне обострения, так скажем, понятным языком, вне обострения можно свободно пойти и провакцинироваться. Предварительно можно проконсультироваться у своего узкого специалиста. То есть в силу того, каким хроническим заболеванием болеет пациент, необходимо пройти консультацию узкого специалиста, будь то кардиолог, невропатолог, эндокринолог и так далее. Пройти консультацию и если у пациента период ремиссии, то есть нет обострения, то можно спокойно пройти вакцинацию. И избежать возможных дальнейших последствий заболевания коронавирусной инфекцией. Сейчас мы можем подытожить, что вакцинация нужна всем, и старшему поколению, и молодому. Вот как раз сейчас хотелось бы поговорить о новых штаммах. Вакцины, которые сейчас ставят в нашей стране, могут ли они бороться с новыми видами коронавируса? Да, хотелось бы отметить, что так или иначе, уханьский штамм, дельта-штамм, появившийся новый, да, омикрон-штамм, это все разновидности одного вируса. То есть общую структуру ДНК вируса, на что, как происходит изменение. То есть какой-то фрагмент ДНК вируса изменяется, и появляется новый штамм. Со своими какими-то специфическими особенностями. Но дело в том, что общий генетический код вируса остается неизменным. А вакцина нацелена на общий генетический код. И если хотя бы какой-то небольшой фрагмент изменился, то общий генетический фонд остается неизменным. А вакцина рассчитана именно на генетический код вируса. И в зависимости от того, какой это штамм, вакцина будет в любом случае действовать. А вот какие штаммы сегодня есть у нас в Казахстане и в частности в нашей области? На сегодняшний день в Казахстане уханьский штамм был и есть. Довольно-таки широко распространился дельта-штамм. Но по Северо-Казахстанской области пока еще на сегодняшний день не зарегистрировано. Нового омикрона штамма пока по Северо-Казахстанской области не зарегистрировано. Ага, теперь... В Казахстане в целом нет? Нет, в Казахстане еще нет, но во всем мире довольно-таки активное распространение. Но он может к нам прийти. Рано или поздно, то есть рано или поздно он все-таки придет, потому что распространение по миру довольно-таки активное. И ряд стран уже приняли превентивные меры, то есть ужесточили меры ограничения, ужесточили передвижение населения в связи с этим. Теперь давайте поговорим еще о работе мониторинговых групп. Насколько сегодня эффективны рейды, которые ими проводятся? Ну, у нас создано 23 мониторинговые группы. Они работают при Акиматах районов и города Петропавловска. В целом, с начала года у нас проведено 3637 рейдов, обследовано 24 206 объектов и нарушения выявлены на 751 объекте. В целом, получается, выявляемость нарушения составляет 3%. Как вам видно, что в большинстве случаев сами предприниматели, объекты, которые мы мониторируем, соблюдают меры карантинные. Ну и те, кто нарушил, на них было составлено в общей сложности 736 штрафов на общую сумму свыше 50 миллионов тенге. Но следует понимать, что каждый гражданин должен соблюдать карантинные меры. Помимо того, что важно это вакцинироваться, также соблюдать неспецифические методы профилактики, это в первую очередь правильно носить маску, особенно в закрытых помещениях, соблюдать социальную дистанцию, не организовывать и не проводить массовые мероприятия. Сейчас все массовые торжественные мероприятия у нас в области запрещены. Разрешены только поминальные мероприятия с ограниченным количеством лиц. Поэтому пока каждый гражданин не поймет, что нужно соблюдать ограничительные меры, мы не сможем победить коронавирусную инфекцию. И напоследок один из актуальных вопросов в преддверии Нового года. Стоит ли планировать корпоративы? Ну смотрите, мы сейчас находимся в красной зоне. Мы единственный регион, который находится в красной зоне. Если взять матрицу эпид-ситуации, как она вообще проводится на Национальном центре естественного здравоохранения, этот анализ, и там два показателя есть. Это заболеваемость на 100 тысяч населения за последние 7 дней и репродуктивное число. Это показывает, увеличивается распространение эффекции, либо уменьшается. Чтобы попасть в желтую зону, у нас должен быть показатель заболеваемости менее 100 и репродуктивное число менее единицы. Репродуктивное число у нас на данный момент менее единицы, составляет 0,8. Но заболеваемость за неделю, за последние 7 дней, пока 125,7. Поэтому, видите, если мы будем дальше соблюдать, в целом мы наблюдаем снижение за последние 2 недели у нас, благодаря принятым карантинным мерам, самонесцепленных жителей, заболеваемость снизилась в 1,2 раза. Если дальше мы продолжим данную тенденцию, и наши люди будут продолжать соблюдать ограничительные меры и вакцинироваться, тогда возможно, что заболеваемости дальше продолжат падение, и мы все-таки попадем в желтую зону, и тогда возможно проведение корпоративов. Но на данный момент все корпоративы запрещены. По вашему мнению, до конца года наш регион сможет все-таки выйти из красной зоны? Прогнозировать заболеваемость, как вы понимаете, на сегодняшний день невозможно. В силу того, что, ну, так или иначе, после каждых праздников, после каждых мероприятий мы отмечаем спрессозаболеваемости. То есть, так или иначе, население и люди нашей области отмечают праздники, ходят друг к другу в гости, кто-то проводит какие-то мероприятия и так далее и тому подобное, где происходит довольно-таки много контактов, и довольно-таки, что приводит... Люди посещают торгово-развлекательные центры, места массового скопления где-то встречаются, и происходит разнос и заражение. И, как правило, после праздников мы отмечаем увеличение рост заболеваемости, что, несомненно, приводит и к увеличению госпитализации в стационары. Поэтому прогнозировать... Пока рано. Пока рано, да. И течение эпидемии коронавирусной инфекции, оно непредсказуемое. То есть мы предполагали изначально, что наступит лето, и коронавирус, заболеваемость коронавирусом сама собой, так же, как и все другие вирусные инфекции, то есть предполагается, что в распространении вируса благоприятствует прохладная, влажная погода. Но лето было жарким, жарким и в плане погоды, жарким и в плане заболеваемости. То есть никакого погодного влияния, климатического влияния на распространение коронавирусной инфекции у нас нет. И дальнейшее прогнозирование заболеваемости и эпид-ситуации не представляется возможным. Ну и в силу того, что появился новый штамм, и как он себя поведет, он довольно-таки новый, еще достаточно не изучен, и как он будет распространяться, и как будет себя вести, пока еще неизвестно. Поэтому прогнозировать что-то в прежде времени. В завершении хотелось бы добавить, что решение о прививке каждый человек принимает сам. Для большинства граждан вакцинация остается наиболее эффективным способом защиты себя и своих близких. На этом наша программа подошла к концу. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова